Новое видео выходит каждый день в 20.00. Как лично считаю я, да и не только я, а большинство нормальных здравомыслящих людей, в каждом творчестве, если это смеет называться творчеством, должен быть какой-либо посыл или протест. Однако же эти понятия, они так или иначе переплетены между друг другом, и поэтому это, можно сказать, тождественные понятия. Но, так или иначе, мы не об этом. Так вот, о чём это я? Да, Делорензи метит в музыку. Ну, прям вот хочет что-то делать. Он уже и на канале там начал вот эти вот рекламировать свои песёнки, вот эти вот несчастные какие-то там, которые он делает. Говорит, мол, чуваки, вот вы знаете, у меня там есть некоторые вот эти вот песни, которые я выпускаю, конечно, вот есть рофлы у меня, но зачем нам эти рофлы, если нужно слушать что-то серьёзное? У меня на стенке вы можете найти музыкальные композиции и всё вот в этом вот роде. И, блядь, ладно, у меня бы не было ни слова, если бы композиции несли в себе хотя бы какой-то смысл. Ну, хотя бы какое-то. Это бы могло называться творчеством спокойно. Ну, а так это просто хуэта, походу, видосы я ещё буду вставлять вам вот эти вот все его композиции, которые он делает. И если вы думаете, если вы ему доверились и думаете, что он занимается этим несерьёзно, спешу вас расстроить, вас наебали. Потому что то, как он к этому относится, сразу понятно, что он прям метит в музыку, он прям хочет стать каким-нибудь там музыкантом и так далее. А то, что он стал сампером, ну, ну, так вот сложились обстоятельства, так произошло. А сейчас вот он хочет стать музыкантом, бля, это настолько просто какой-то конченый пиздец, блядь. Просто, понимаете, всех вот композиций, которые сейчас популярны, там, Gangnam Style и прочее, они все имели какой-то смысл в Gangnam Style, это вообще протест против вот этой вот... Ладно, ладно, там сами можете узнать, о чём это... О чём... В чём смысл этого клипа, этой песни. Я сейчас в это не буду углубляться, это, опять же, будет на очень долгий промежуток времени всё, а я вот это вот всё не хочу, не люблю затягивать. И, понимаете, то есть, они постоянно заходят в вот эти вот какие-то новые жанры, типа, мы только попробовать. Я так люблю твой взгляд на мне, поверь, все километры в голове, поверь, на ветру эти волосы, прошу, убери эти встречные волосы, между нами танцуй, я же знаю, ты любишь танцуй. Мы только попробовать. В своём вот предыдущем, одном из предыдущих роликов, я уже упоминал это. Однако же, я там упомянул скользь только Делорензи и Брулёва, но сейчас я хочу так плотненько проехаться по Делорензи. Итак, давайте же начнём с того, с чего же всё началось. Делорензи выпустил когда-то там уже достаточно давненько свой дорогой Диснокопов, который он анонсировал прям, ух, ух, какой будет Диснокопов, ух, какой будет клип и так далее. И также он вместе вот с этим Дисом Накопов дропнул также свой альбом. Об этом мы поговорим немного позже, если вообще поговорим. Ну так вот, он это всё сделал, и я понял, что, ну это полнейшее говно. То есть, как для пародии, пародия, безусловно, она редко когда может превзойти оригинал. Но, блядь, с бюджетами Делорензи сделать что-то подобное, побегать по какой-то, блядь, заброшке в одной, нахуй, локации, пиздец, блядь. Это полнейшая халтура, нахуй. И мало того, что, блядь, ну это просто перепевка, блядь, песни Тимура Кибиц. И всё. То есть, он ничего туда не привнёс. И тогда он привнёс только какую-то новую локацию, которая оказалась говном. Всё. То есть, ничего не изменю, просто перепета песня. То есть, никакая не пародия и так далее, а всё. То есть, ну, блядь, ну вот нахуй такое надо. И просто, и Делорензи, понимаете ли, после вот этого всего, после того, как многие достаточно умные, как мне кажется, люди писали о том, что, ну, это полнейшее говно, братан, блядь, не занимайся этим, пожалуйста, больше никогда, он не остановился и начал делать какие-то ещё вот эти вот треки. И моя основная претензия в том, что он делает музыку на серьёзных щах вот эту вот. Понимаете, к рофловой музыке я отношусь нормально. Безусловно, рофлить это классно. В музыке не хватает именно рофлов каких-то, понимаете? Вот эта вот серьёзность, типа, я любил её, она разбила мне сердце, как же я страдаю, вот она, шлюха, тварь, ебал её, мать. Я просто, я устал серьёзно от этого. От вот этой вот всей серьёзности, блядь, вот этих вот композициях, блядь, в чёрно-белых клипах и так далее. И тут приходит, блядь, Делорензи, который, в принципе, может неплохо рофлить. Единственное, наверное, чего у него получается, потому что сам он снимает хуёво, блядь, вот эти вот серьёзные музыкальные композиции, хуёво, рофлить, только нормально. Я вам серьёзно, без всякого сарказма, без всего скажу, скажу, мне понравилось то, как он вот перепел песню Тентасён. С рофлами очень смешно было, я, блядь, плакал. Это было охуенно. Но вот это вот, блядь, я просто не понимаю. И нужно спасать, блядь, человек. Он не ведает, чё он нахуй творит. Все вот эти самперы подсосы, они же говорят, ебать, чё? Делорензи, Денис, блядь, красава. Ты так охуенно сделал. Мы все сидели, мы охуевали от этого, понимаешь? От того, как ты охуенно это сделал. Не останавливайся, продолжай дальше. Нет, блядь, нужно раскритиковать, нужно сказать, чё он делает неправильно, чтобы в будущем он исправил это. И давайте, так как я очень такой, не знаю, эмоциональный и так далее, я посоветую, чё нужно сделать, блядь. Не уходить в серьёзность. Это полная хуйня, блядь, у тебя это не получается. Этого достаточно, блядь, серьёзного. Уходи без проблем в рофлы. Это охуенно, у тебя охуенно получается рофлить. Как бы я ни относился сейчас к Делорензи и так далее, как бы я понимал, насколько он хуёвый человек, блядь, рофлы охуенные. Вот эти вот музыкальные. Они охуенные. Но серьёзные какие-то композиции, блядь, это просто невозможно. Это такое говнище, блядь, это пиздец. Вот если бы те композиции, которые он делает на серьёзных щахах, он бы рофлил, это было бы намного охуеннее. Вот лично, как кажется мне, на моё субъективное мнение. В музыке я дилетант, я слабо разбираюсь во всех жанрах. Но как с обывательской точки зрения, это полнейшее говно. Вот так.